Всем привет! С вами снова Славная Дружа и настало время, как всегда, дурацких всяких анбоксингов, которые я не знаю, почему вы смотрите. Но прежде хотел бы сказать большое спасибо Ане за то, что она сегодня в качалочке подарила мне пони. Вот. Ммм, вкусный мармелад. И, видите, тут моя пани. Так. Так. Так-так-так. Так-так-так-так. О-о-о-о, пани. Так, что это за пани? Я не знаю, у нее нет кьюти-марки почему-то. Это возмутительно. Ладно. Короче, спасибо Ане большое. У меня есть еще одна коллекционная пани и мармелад. Я сейчас его съем. Вот так. А? Мармелад. Ммм. Ммм. Ну, хорошо. Ладно. Вчера мне пришла вот такая посылка, в которой был чехол для айфона. Сейчас я поставлю, наверное, на автопокус и посмотрим, будет ли камера фокусироваться. Ну, а фокусируется на чехле вы мне скажете, нет? Или не фокусируется? А, я шут с ним. Ладно. Так, начинаем распаковывать. Вкусный пони мармелад. Да. Короче, смотрите, два чехла для айфона. Точнее, даже три. Один чехол. Куплен в магазе все за 37 рублей. Вот такое вот пластиковое убожество на ощупь совершенно отвратительное. Второе, купленное из Китая, по-моему, за 200 рублей или типа того, под кожу. Честно говоря, тоже полная хрень, потому что я пытался туда вставить телефон. Сейчас мы отсюда выйдем. И вот. Я пытался вставить туда телефон. И у меня ничего не получилось, потому что у меня начала крышка вываливаться. Смотрите. Ну, короче, покупать китайские чехлы все хрустит, все скрипит. Это, конечно, не кожа, а какая-то фигня. Но на картинках всегда все выглядит просто великолепно. А на деле, как бы, это выглядит вот так. Ну, вот. А вот это вот типа, как сказать, не знаю, официальный, неофициальный. Это, короче, типа официальный чехол от Apple. Стоит очень дорого. Ну, у нас он в России стоит вообще трындец сколько запакован-то как. На нем даже какие-то, какие-то есть номера, которые можно пробить. Но это все пофиг. Типа он должен быть на ощупь очень-очень приятный. И... Блин, у меня кусок пальца отваливается, такое случается. И да, на ощупь он обалденно приятный. Но... Стоит он, конечно, трындец сколько. Ссылку я дам в описании. Здесь я не помню, сколько он стоит, но он стоит дорого. Посмотрим, как туда входит iPhone. iPhone туда входит как влитой. Просто намертво. И он на ощупь действительно как что-то типа такой вельветовой мягкой кожи. Ну, очень приятная, хваткая штука. Ну, кнопки, правда, накрыты теперь кожаными такими заподлицо. Все вот так усаживается. У меня еще стекло дополнительно наклеено на iPhone. Ну, да, блин, короче, не покупайте непонятные чехлы, потому что, как правило, непонятные чехлы для сотовых телефонов из Китая. Они далеко не такие, как они выглядят на... На eBay, например. Блин, ну реально как влитой, обалденно приятный на ощупь. Прям вообще такой... На ощупь шоколад просто такой. Никаких зазоров, ничего. Просто не жалею, что купил. Вообще не люблю чехлы для телефонов. Особенно те, которые сильно увеличивают телефон в объеме. А вот этот как бы еще приемлемо. Хотя сама пару миллиметров добавляет, этот меньше. Измогало все по 37 рублей. Или по 38 рублей, не помню. Ладно. Вот, значит, такое вот простое сравнение. Один чехол купил какой-то непонятный ноунейм. И это просто жопа. Реально. Второй официальный чехол от Apple. Конфета. Ну реально, ну просто тактильно. Блин, я не знаю. Я из тех шизанутых людей, которые перебят на тактильные ощущения. То есть мне нравится, чтобы у телефона хорошо с мягким щелчком нажимались кнопочки. Мне нравится, когда все... Вот одно типа... Тут кнопка так нажимается как бы... Ну, норм. Без щелчка. С щелчка через эту кожу не чувствуешь. Вот это только одна проблема. Так. Тут у нас, по-моему... Я удивлен, что эта посылка такая маленькая. Тут у нас, по-моему, рюкзак. Мне нужен рюкзак, чтобы туда класть фотоаппарат и всякое. Так, вот. Нифига не такой здоровый рюкзак. Записали в такой маленький пакетик. А в чем его тема? Тема его в том, что он водонепроницаемый. То есть ты можешь ехать в какой-нибудь там... Таиланд, Пхукет там или еще что-нибудь и туда класть оборудование. Но куча всяких дополнительных затяжек, чтобы было удобно долго его таскать. Быстрый доступ, например, к бутылке воды. Похоже, что действительно он водонепроницаемый. Так, где он открывается-то? Вот. Внутри вот такой. Сюда можно запихать кучу всякого. Ну, ладно, короче, вот такой вот прикольный рюкзак. Красный, чтобы в траве не потерялся. Вот. И третья коробка. Конечно, Почта России это жесть, чуваки. Что бы там ни было, оно приехало вот настолько вот мятое. Просто вот настолько вот мятое. И это, конечно, прискорбанно. Ну, то есть я даже не знаю, сохранилось ли там что-нибудь целое вообще. А! Это маленькая такая штучка для запекания всякого. О, кто-то звонит. Секунду. Так. Такая вот штука. Ну, запакована прикольно. Слава богу, что с ней ничего не случилось. Не помяли. Противень, в который можно класть курочку. И все, что с курочки накапает, будет стекать вот туда вниз. Собственно. Ручки есть минус, я думал, что она больше. То есть сюда можно положить только одну, ну, среднего размера курицу. То есть огромная курица уже еле-еле влезет. Суть в том, что жир стекает вниз от рульки или еще с чего-нибудь. И потом его можно слить, сделать из него, предположим, какой-нибудь соус. И все это дело запекается снизу тоже, а не лежит в жиру. Ну, вот такие вот дела. С вами был славный дружа обломов. Блин, единственное, вот в этом чехле, что неприятно, реально кнопки, вот кнопки верхней, ее, она не кликается. Понимаете? Нет, то есть она нажимается нормально, но она не кликается. Ну, в целом, в остальном, чехол очень приятный. А муха не сидела на всяком барахле. Ссылки на это барахло я дам в описании. Всем пока!